Ассоциация Организации Строительного Комплекса Атомной Отрасли АСКАО объединяет 68 организаций, выполняющих все основные работы по сооружению объектов использования атомной энергии. Организации Ассоциации обладают полными компетенциями по сооружению энергоблогов АЭС и обеспечивают выполнение функций технического заказчика, генерального подрядчика, реализуют проектные, строительно-монтажные, электромонтажные, тепломонтажные, вентиляционные и пусконаладочные работы на проектах госкорпорации Росатом. В состав АСКАО входят организации более чем с 35-летним опытом работы в сложных технологических проектах по сооружению объектов использования атомной энергии. Традиционная организация АСКАО участвует в строительстве практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории России и за рубежом. Организации АСКАО обладают компетенциями и производственными мощностями для изготовления и ввода в эксплуатацию сложных технологических систем и уникального оборудования, а также систем при напряжении строительных конструкций. В АСКАО входят крупнейшие производители металлопроката и металлоконструкций, а также производители инновационных сухих строительных смесей и полимерных материалов. Общая сумма ежегодно выполняемых работ организациями АСКАО составляет более 350 миллиардов рублей, а общая численность специалистов более 40 тысяч человек. Организации АСКАО задействованы в реализации проектов по развитию инфраструктурных объектов Северного морского пути. Установлен рекорд за всю историю освоения Арктики. 32 миллиона кубов донного грунта морского канала Порта Сабетта было разработано в рекордно короткий срок летней навигации. С целью сокращения сроков и стоимости реализации проекта в госкорпорации Росатом на базе АСКАО созданы строительные консорциумы в соответствии с международными стандартами. В настоящее время один из консорциумов выполняет работы в рамках сооружения многоцелевого исследовательского реактора МБИР. Ассоциация Организации Строительного Комплекса Атомной Отрасли нацелена на реализацию программы госкорпорации Росатом по сооружению объектов использования атомной энергии, в том числе энергоблоков АЭС в России и за рубежом. Вместе во благо развития атомной отрасли. Да, коллеги. Я продолжу несколько слов об АСКАО. Кроме того, что было сказано, что организация обладает полной компетенцией по сооружению крупных промышленных объектов, в том числе атомных электростанций, имеет компетенцию по всем видам работ, включая проектирование, включая строительную науку и ввод в эксплуатацию. И сегодня АСКАО, в общем-то, на самом деле, одна из крупнейших организаций строительного комплекса в России. Это несомненно. Вот здесь показано, что, значит, кроме прочего, обладает уникальным сегодня опытом в части сооружения атомных электростанций. Ни одна страна в мире не обладает таким опытом, потому что за последние годы было введено 16 энергоблоков атомных, крайне сложных объектов. В частности, структуры Северного морского пути. И сегодня тоже организация АСКАО выполняет более 90% работ в общем объеме. С точки зрения гидротехнических сооружений, значит, на самих объектах энергетики, конечно, сложнейшие тоже гидротехнические сооружения, и этим опытом и компетенцией обладают наши организации. Там на десятки километров водоводы ходят в море. Есть сложнейшие градирки, сложнейшие сооружения сбросных каналов, насосных станций и другие. Все это, в принципе, по силам тем организациям, которые сегодня работают. Но кроме всего прочего, трубошпунт-инжиниринг обладает собственными разработками в части шпунтов, замков шпунта. Но глубительные работы у нас ведут Мордрага и Ван Орд, чуть попозже о них скажем побольше. Ну и, конечно, сооружение гидроэлектростанции. Это организация АСКАО, Объединенная энергетическая и энергостроительная корпорация сооружала целый ряд ГЭС. Тоже немножко позже остановлюсь на этом. Вот Мордрага, руководители здесь сегодня присутствуют, обладают собственным значительным флотом. Более 100 современных специальных судов, более 200 вспомогательных судов. И сегодня активно ведут работы на Северном морском пути. В этом году продолжают работы на морском канале. Ван Орд ведет работы у нас на терминале утренний, тоже объем кубов, на углубление более 20 миллионов кубов. Северный газификация выполняет работы у нас по организации строительного контроля и ведению строительного контроля на терминале утренний, ну и так же на морском канале в том числе. Надо отметить, что сервис газификация обладает уникальной разработкой, уникальной платформой по организации работ по строительному контролю на объекте, такой как Амурский газоперерабатывающий завод. Вы знаете, там объем инвестиций, объем капитальных вложений 1,7 триллиона рублей, организованные работы по строительному контролю, только от них прием в день более тысячи осуществляется, задействовано более 400 человек, работающих в этой области. Но самое главное другое, что разработана собственная платформа информационная, без западных программных продуктов, которая позволяет в реальном режиме времени из любой точки в стране отслеживать состояние сооружения, состояние возведения зданий, сооружений, конструктивов, каким образом осуществляется приемка, вплоть до замечаний, вплоть до исполнителей, каким образом идет устранение замечаний. Мы знаем, что приемка работ – это достаточно трудоемкий процесс. Он у нас часто на атомных станциях, к примеру, занимает столько же времени, сколько и само производство работ, что совершенно неверно. И вот в части вот этой платформы, вот этих решений информационных, достигнуты такие показатели, что на 50% как минимум сокращается время приемки и эффективность повышается. Но об этом у нас будет отдельный доклад и сервис газификация доложит по этому поводу. Но второе, что эту систему мы уже внедряем на северном морском пути и уже устанавливается, уже начинается работа в этом плане. Значит, МГУ, Центр морских исследований, МГУ имени Ломоносова, вместе с сервис газификацией у нас осуществляют, в этом году в том числе будут осуществлять работы по строительному контролю, по экологическому мониторингу. Они проводили работы в прошлом году вместе с Мордрагой. Значит, тоже будет отдельный доклад по этому поводу. Мы еще посмотрим и будем возможность обсудить все моменты с ними. У нас организация, которая называется Объединенная энергостроительная корпорация, как я сказал, обладает большущим опытом в части сооружения гидроэлектростанции. Сооружали Бабучанскую, Саяно-Шушульскую, Бурейскую ГЭС. Они обладают и специалистами, и богатым опытом, и технологиями, в том числе собственной проектной организации, они из такого значимого опыта у них, они сооружали Нововоронежскую атомную электростанцию 6-й блок. Это была сложнейшая работа. Они, в общем-то, на самом деле в части работ с этим делом с честью справились. И сегодня они приступают к строительству крупнейшего порта на Северном морском пути. Это бухта Север. Кроме технологических новшеств, ОСКАО активно внедряет и управленческие решения. По поручению Лихачева была разработана схема привлечения создания альянсов и создания консорциумов с тем, чтобы сооружать крупные промышленные объекты, такие как атомные электростанции, как объекты Северного морского пути. Вот здесь представлена такая типовая схема, которая была отработана, и отработана вместе с подразделениями госкорпорации, департаментом закупок, правовым департаментом. Эта схема представляет собой, в принципе, как бы просто все. Это, можно сказать, обыкновенная генподрядная схема. Но на самом деле здесь целый ряд заложенных внутренних решений, которые позволяют нам развивать проект без остановок. Какие это проблемы? Что это такое? Во-первых, начало работ вести генерального подрядчика и подрядные организации до выхода проекта еще из глав госэкспертизы. Это, наверное, одна из главных проблем. Мы понимаем, все знают, что мы с вами выходим на конкурс, торгуемся. Наконец выигрывает организация конкурс. Надо начинать работы, ведь никто не ждет. Ресурсы все задействованы. Значит, надо теперь снова организовываться и снова концентрироваться на этом процессе. Вот на ряде объектов, которые сегодня реализуются вместе с Сахаром Геннадьевичем Станиславовичем, где он является руководителем проекта, были приняты решения о раннем вхождении, раннем назначении генерального подрядчика, ну и в частности консорциума. Консорциум по сооружению УБИР. Что это дало такое раннее вовлечение? Первое, смогли полностью спланировать все работы организации. Второе, до начала работ было в проекте предусмотрено и, ну, отривизировано проект. Было отработано с главой госэкспертизой в моменты стоимости, с медной технологией. И, ну, главное, чтобы в результате получили то, что проект можно реализовать, а не остановиться после того, как мы его рассмотрели и начинаем вносить туда определенные изменения. Значит, крайне важный момент, это для всех организаций строительного комплекса иметь долгосрочное планирование. При внедрении таких консорциумов, альянсов, организации получают такую возможность иметь некий долгосрочный план, особенно если участвуют в двух или в трех консорциумах, которые разнесены по времени. И, значит, принимали такие решения, как организация подготовительного периода. До подписания основного контракта, подписываются контракты более мелкого плана, проводим подготовительный период, готовим машины, механизмы, энергообеспечение, коммуникации и так далее. В результате идет возможность уже при подписании основного контракта уже полностью развернутым фронтом начинать работы. Вот на многоцелевом быстром исследовательском реакторе в Димитропраде вот такая реализация подготовительного периода за счет подписания двух более мелких договоров-контрактов позволила нам полностью развернуться. И практически, значит, сегодня ясно, что мы на год сокращаем общий период строительства. Если планировалось в 28-м году ввод в БИР, то сегодня мы точно говорим уже о 27-м году, а может быть и о 26-м. Вот поэтому вот эти решения крайне важны для организации работ. И это реально организовано, это реально сегодня работает на некоторых наших объектах. Но уже организовывается еще один консорциум, который под эти принципы. Вот. Значит, здесь, на этой схеме консорциума, крайне важный еще один момент привлечение банка-партнера. В данном случае, вот на МВИРе мы привлекли банк МКБ. Вот. И что позволило, даже к началу, если в мае месяце 2020 года начинались первые работы, то к концу 2020 года было выполнение уже более 500 миллионов рублей, но при этом авансирование еще не началось. Авансирование по основному контракту, который составлял вот 33 миллиарда рублей. Вот. Это было за счет достигнуто, за счет того, что у консорциума есть банк-партнер, который финансирует работы, который обеспечивает кассовые разрывы возможности приобретения машин, механизмов, оснастки, опалубки, материалов первоочередных. Вот это и было реализовано у нас на проекте МВИР. Еще одна интересная мысль или технология, которая заложена вот в консорциуме, это создание координационного совета и координатора консорциума АСКАУ. Координационный совет, в него нормально должны входить и заказчик, и проектировщик, но в нашем случае этого пока не произошло, потому что это был первый такой у нас опыт. Вот. Но важно, что координационный совет возглавляет у нас директор по капитальным уложениям, он же президент АСКАУ, Сахаров Геннадий Станиславович, и в результате оперативно решаются те проблемы, которые внутри возникают. А понятно, что при таком большом объекте, большом количестве участников проблем очень много. Вот. В данном случае все успешно разрешается. Ну, не говорю уже о страховой компании, о лизинговой компании. При этом у нас и сегодня в зале сидят представители этих организаций, и руководители, и в том числе и руководители проекта МВИР. Ну вот, коллеги, как бы все о технологиях, о том, что я хотел доложить, пожалуйста, вопросы. Продолжение следует...